Друзья, всем привет! Я постоянно в интернете сканирую различные паблики, различные ресурсы и так далее. В поисках лайфхаков, в поисках различных новых приспособлений, некоторые из них я вам показываю в своей интерпретации. Вот наткнулся я еще на одно такое приспособление, и давайте сегодня попробуем, проверим, насколько оно работоспособное. По мысли автора, оно предназначено для того, чтобы в любой какой-то рейке, планке, брусе и так далее, делать пазы абсолютно без разметки, и этот паз будет проходить точно по центру этой рейки, вне зависимости от того, какого она размера. Давайте посмотрим, насколько это приспособление работоспособное. Вот это основание, из которого мы будем делать приспособление, оно должно быть, ну, я думаю, что из фанеры, это самый лучший в данном случае материал для изготовления. Но здесь есть один нюанс, оно не должно быть слишком тонкое, потому что тогда не будет никакой прочности в этом приспособлении и точности, и не должно быть слишком толстое. Я думаю, что вариант от 8 до 10 миллиметров здесь будет самым оптимальным, потому что если делать больше, например, 12 миллиметров и дальше, то уже будет очень сильно вылет фрезы съедаться вот этой толщиной. Первое, что нужно будет сделать, это вот открутить вот эту накладку, которая есть на любом фрезере. Положим ее вот таким образом на круг, приблизительно на центр. Как видите, этот круг несколько больше этой накладки, но сейчас, в принципе, все поймете. И теперь отмечаем вот эти четыре отверстия. Главное при этом, конечно, не сдвигать вот эту штуку. Теперь я точно по центру вот этих кружков рассверлю аккуратно сверлом, в данном случае это диаметр 8 миллиметров, для того, чтобы винты крепежные не торчали из этой пластины. Заглублялся я на глаз примерно на глубину 3 миллиметра. Теперь сверлю уже насквозь, сверлом 4 миллиметра. Но тут все будет зависеть от того, какие крепежные винты. Теперь прикручиваю эту фанеру к базе фрезера. Получаем вот такую картину. Теперь я вставляю вот такую остроконечную фрезу. Можно вообще использовать любую небольшую фрезочку. Главное, чтобы что-то было там на острие у нее. И просто намечаю центр, опуская фрезер по базе. А теперь насквозь сверлем тонким сверлом. Теперь здесь очень важным моментом является разметка. Потому что чем точнее мы сделаем разметку, тем точнее будет работать это приспособление. Вначале я провожу ровно через центр этого отверстия, маленького, который я просверлил, линию провожу максимально заточенным карандашом. Почему я говорил, что диаметр несколько больше размера базы? Потому что здесь будет зависеть от того, какие детали мы потом будем обрабатывать, чтобы была у нас возможность выбора. Мне нужно, в общем-то, я так подумал, до 40 миллиметров примерно обрабатывать детали. Поэтому я буду отступать от этого центра в каждую сторону по 25 миллиметров. Почему? Потому что мне нужно будет сюда потом вставить два шканта, а не по 10 миллиметров. Если я, значит, отступлю по 25, то это будет как раз-таки приблизительно 40 миллиметров обработки. Итак, опять же, беру вот эту детальку. Здесь ровно 25 миллиметров у нее. Я здесь не по линейке делаю, а именно по этой детали. Делаю ровно от центра. Потому что с линейкой будет достаточно большая погрешность. Теперь аккуратненько размечаю шилом. Раз. И два. Ну а теперь сверлю здесь отверстие диаметром 10 миллиметров под шканты. Стараюсь максимально делать его перпендикулярным. Если есть сверлильный станок, то лучше делать на нем. Все. Теперь задача сюда просто вклеить шканты. Так. Теперь вклеиваю шканты. И потом проверяю, есть ли перпендикуляр. Главное, чтобы он был. Если его нет, можно шканты немного подвигать и добиться перпендикуляра. И потом уже оставить, чтобы клей застыл. Ну, вроде все нормально. Потом излишки клея надо будет, конечно, так же удалить. Проверяем, есть ли перпендикуляр. Вроде бы все нормально. Ну и оставляем теперь застывать клей. Все. Вот так вот это выглядит. Теперь уже в готовом виде. Осталась последняя операция. Посредине просверлить отверстие. Вряд ли. Я думаю, что буду на кромочном фрезере делать диаметры выше 20 миллиметров. Но с запасом делаю 22 миллиметра первым сверлом. Итак, давайте посмотрим, что может это приспособление. Оценим его плюсы и какие у него есть недостатки. Итак, я уже, естественно, пробовал, тренировался. Потому что, ну, чтобы хотя бы как-то, чтобы понимать, как это все примерно делается. Ну, давайте попробуем вот на этом небольшом участке сделать. Посмотрим, что получится. Не так просто ее опускать и поднимать. Вот, потому что она заваливается еще вот так. Ну, в общем, спорно. Пока очень все спорно. Так, посмотрим, что получилось. Примерно паз у меня глубиной 8 миллиметров. Ну, вот, собственно, что и требовалось доказать, что и на предыдущих моих вот эта сторона... Ну, я просто на глаз вижу, что она больше, чем вот эта. Несмотря на то, что я старался, вы видели, все это делал, ну, не получилось у меня. Тут, возможно, конечно, ситуация состоит в том, что вот здесь вот существуют люфты, как вы видите. Возможно, на точном погружном фрезере это будет работать. Но вот здесь, на вот этой маките, это не работает нифига. Возможно, из-за вот этих люфтов вот эта вся проблема как-то наперекос зажалась. И не получаются... У нас не получаются одинаковые стороны. Они разные. Но самая большая проблема этого приспособления в том, что она не может довести паз до самого конца. Это очевидно просто совершенно. Вот смотрите, что получается. Видите? Видите, что получается? То есть она может даже, если, предположим, сделать ее, чтобы она идеально работала, идеально равномерно с двух сторон, отстроить ее таким образом и так далее, все равно она может работать только на определенных участках. То есть на вот эти участки она не выйдет. Потому что получается вот такая вот ерундистика. Я попробовал и сделал, как бы нарастил планку. Вот две планки соединил абсолютно такой же толщины, как и вот эта. Ну, по идее, вот эта планка, она должна каким-то образом скомпенсировать вот эту, чтобы не было здесь на выходе вот такого безобразия. Ну, посмотрим, даст это что-то или нет. Да, получилось вот с дополнительной планкой, при каких-то дополнительных, скажем так, костылях, которые нужно подставлять. Ну, вот получилось. Ну, тоже, опять-таки, с первого раза у меня не получилось. Тоже я уже до этого пробовал. У меня вот здесь тоже улетела она в сторону. Вот с второго раза получилось. То есть надо тренироваться, опять-таки, не так все здесь просто. В общем, у меня к этому устройству гораздо больше вопросов, чем оно дало ответов. Стоит его делать или нет, я глубоко сомневаюсь, что стоит делать и тратить вообще время на производство вот этой штуки. Гораздо лучше потратить время и сделать хотя бы самый простой фрезерный стол. На нем такие операции делать намного-намного легче. Вот я на самом примитивном столике, вот этом своем, который вообще для этого даже и не предназначен, он предназначен для съемки кромок, фасок с кромок, я даже на нем получу лучше гораздо результ. Без всяких там танцев с бубнами, без всего я получаю за два прохода, вот такой проход и второй проход другой стороны, я получаю абсолютно одинаковые, абсолютно одинаковые здесь расстояния с той стороны. То же самое можно сделать и на циркулярной пиле. То же самое можно сделать с фрезером, просто с параллельным упором. Но гораздо удобнее вот эту операцию делать вот просто на обычном, самом примитивном фрезерном столе, это будет все равно намного чище, аккуратнее и так далее. А вот подобные вещи, ну они делаются просто для того, чтобы делать какой-то контент, генерировать его, чтобы были просмотры, чтобы был вот интерес какой-то к публикациям и так далее, и так далее. Для этого я вот в одном из американских журналов вот эту вот штуку нашел. Там 50 типа золотых советов или что-то вот из этого разряда. Друзья, далеко не все то золото, что блестит. И очень часто вот такие вещи нужно всегда подвергать очень-очень большому сомнению, очень большому критическому такому осмыслению. Вот, собственно, этим я здесь иногда и занимаюсь, поэтому надеюсь, что был вам сегодня полезен, вам было интересно. Если вам понравилось, то ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Субтитры сделал DimaTorzok